1 июля прошло всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Как проходит сама процедура и насколько готовы избирательные участки к приему посетителей, оценила председатель Совета депутатов Елена Мокринская. Она совместно с депутатами фракции КПРФ Алексеем Яковлевым и Мариной Лютиковой осмотрела участки, располагающиеся в Щелковских общеобразовательных школах номер 1 и номер 2. Все организовано на хорошем уровне. Есть все меры безопасности в школах. Мы просмотрели, везде выдают маски, перчатки, везде дезинфекция, расстояние обозначено красными линиями. То есть избирательный участок полностью готов к безопасному голосованию. Сама председатель Совета депутатов убеждена в том, что принимать участие в голосовании по поправкам крайне важно. Я считаю, что, конечно, голосовать надо. Я могу сказать, что у партии КПРФ было принято консолидированное решение голосовать против. Напомним, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации мог любой гражданин нашей страны, достигший 18-летнего возраста. Наиболее удобный для себя способ принять участие в голосовании можно было определить заранее. Всего для граждан было предусмотрено два варианта – надомное голосование и, конечно же, голосование на участке по месту регистрации. Вне зависимости от того, какой способ голосования выбрал для себя человек, он мог быть уверен в соблюдении всех санитарных норм, а значит, в абсолютной безопасности данного мероприятия.